В 12.06 в Кирове продолжается программа «Разворот на бизнес». Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Мы обсуждаем здесь тему развития конкуренции в российских регионах, развития малого и среднего предпринимательства в различных сферах. И обсуждаем этот вопрос с Андреем Мусенко, вице-президентом Вятской торгово-промышленной палаты, Владиславом Поповым, уполномоченным по защите прав предпринимателей в Кировской области. К нам присоединились Алексей Кузьмин, предприниматель депутата Кировской городской думы 5-го созыва. Добрый день, Алексей. Добрый день. И Денисом Перлогом, руководителем компании «Киров-пассажир Автотранс». Нас зовут Светлана Занькова, Владимир Сметанин. Да, Светлана Занькова, Владимир Сметанин, для тех, кто только что подключился. Сейчас мы пытаемся связаться с Сусанной Васильевной Никитиной Юнблюд, соучредителем детского центра развития «Коплёнок», для того, чтобы продолжить собирать информацию по частному предпринимательству, например, в сфере образования, каковы перспективы развития частных садиков, начальных школ, например, в нашем регионе. Наш редактор Анна Лапшина сейчас пытается связаться с Сусанной Васильевной, она в районе, на встречах. Ну, собственно говоря, Дениса Перлога мы пригласили как специалиста в пассажирских перевозках, транспортных перевозках. Алексей Кузьмин как человек, который, наверное, может проанализировать ситуацию с услугами, которые предоставляются, например, на рынках. Про центральный рынок, который является также муниципальным учреждением. Хотелось бы поговорить, какова перспектива передачи в частные руки, имеет ли смысл это делать, или всё-таки здесь необходим контроль государства. Пока я не вижу, что у нас есть связь с Сусанной Васильевной. Давайте, есть у нас связь, да? Сейчас будет, да, наш редактор Анна Лапшина. Да, она передает. Предварительные беседы, а сейчас в эфире. Алло, добрый день. Алло. Добрый день. Да, Сусанна Васильевна, добрый день. Скажите, пожалуйста, каковы перспективы развития частного предпринимательства в сфере образовательных услуг, частных садиков и начальных школ? Что необходимо сделать, чтобы эта сфера в частном бизнесе развивалась в регионе? Понятен вопрос. Могла бы я начать, знаете, о чём? О плюсах всё-таки частного образования. Перечислю совсем немного. Первый плюс, как мне кажется, для родителей. Это малочисленные группы. Там, где педагог может действительно реализовывать лично сориентированный подход к обучению. У маленьких групп преимущества есть. Дети болеют намного реже. Также качественное образование, которое становится возможным при полном современном оборудовании классов, которое осуществляется на деньги родителей. Этому способствует высокий профессионализм учителей. Учителей отбираем тщательным образом. И частные учебные заведения системно вкладываются в повышение квалификации своих сотрудников. Мне кажется, это очень-очень важно. И на примере, наверное, на примере детского сада и начальной школы юных гражданин с изучением основ экономики и права, все-таки я могу с уверенностью утверждать, что спрос на частное образование в Кирове гораздо выше, чем нам кажется. Предложения свободных мест в частных школах, они, конечно же, есть, но тем не менее существует и конкурс. Особенно там, где высокий стандарт образования. Что нужно? Вот в настоящее время, я могу сказать, конечно, только, наверное, о своих предприятиях. Остро стоит вопрос поиска и предоставления муниципальной аренды, которые бы подходили для зданий, которые бы подходили для ведения образовательной деятельности. И содействие администрации в этом направлении, конечно, могло бы значительно нам помочь. И можно было бы говорить о снижении цены на предоставление частных образовательных услуг. Конечно, можно говорить о неравенстве педагогов государственных и частных учреждений. Но я думаю, что сегодня тема не эта. Говорить о плюсах или минусах. Потенциал кадровый у нас прекрасный. Учителя великолепные. Учителя в частных школах конкурентоспособны, и они держат высокую планку. Они боятся потерять свою работу. Я думаю, что это главные вопросы, которые бы мне хотелось очень, чтобы они решались в нашем городе. А, кстати, педагоги, которые работают в частных образовательных учреждениях, они трудятся только там, или они совместители еще и в муниципальных учреждениях? Я не могу сказать о других учебных заведениях. Если мы говорим о нашем, то только у нас. Но вы понимаете, что вышедшие на пенсию учителя не государственных школ не получают доплату за выслугу лет. Это один из минусов. Наверное, над этим тоже стоит работать. Вот тут у нас в эфире недавно вице-президент ВТП Андрей Усенко высказал такую интересную мысль о том, чтобы на равных правах были частные образовательные учреждения, в том числе и государственные. Если родитель выбирает ребенка своего везти туда, то пусть некую субсидию получает, да? Это частная структура. Нет, каждый родитель имеет субсидию, например, там сертификат образовательный, чтобы можно было... Частный, то частный получает эти деньги. Да, мы получаем субсидии. Мы получаем субсидии, у нас хорошие зарплаты. Но вы понимаете, что... На что бы еще хотелось обратить внимание, что с юридической точки зрения частное образование может существовать только в некоммерческой организационно-правовой форме. А значит, все-таки это не совсем бизнес. Я сейчас говорю о школе. Детский сад, там немножко другие критерии. И большие деньги в этой сфере делать вряд ли получится. Поэтому учредители таких заведений, таких вот образовательных, они как вдохновители. Для них важно реализовать свои организаторские способности, собрать уникальный коллектив и создать особую творческую атмосферу для обучения детей. Для меня, например, это очень важно. Я очень горжусь тем, что у нас детский сад и наша начальная школа, и наши дети, которые показывают хорошие результаты при тестировании. Это предмет для гордости. То есть, Светлана Васильевна, правильно мы вас поняли, что сейчас есть высокий запрос от родителей на частные образовательные услуги. Есть кадры, которые готовы держать высокий образовательный стандарт в частных школах. Есть, собственно, юридический механизм для открытия таких учреждений. Одной из основных проблем вы видите именно помещения, в которых размещаться и иметь, например, льготную аренду для открытия таких образовательных учреждений. Спасибо. Совершенно верно. Андрей Леонидович, мы арендуем здание в частной структуре. Аренда... Да, мы справляемся с этим. Мы справляемся, но мы не можем расширяться. Мы не можем расширяться, потому что мы ограничены вот этими рамками. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы была помощь. Спасибо. И не делить государственные, негосударственные, элитарные, неолитарные. Частное образование нужно всем. Кто-то хочет просто ухода. Кто-то хочет, чтобы ребенок со слабленным иммунитетом был более защищен. Кто-то хочет высокий стандарт образования. Запрос есть. Сусанна Никитина Юнгблюд, соучредитель детского центра развития Копленок, была у нас в эфире. Ну, вот Санна Васильевна еще раз подчеркнула, что есть высокий запрос, есть спрос, есть, в принципе, и предложение, но... Мы же с вами давали оценку этому, да, когда на пленарном заседании общественной палаты прозвучала фраза о том, что по оценкам в городе только действуют частных, условно детских садов, да, а не образовательных учреждений, около сотни. Ну, давайте там... А лицензировано из них только восемь. Ну, это совершенно уже тема отдельного разговора, да, и всего происходящего в этой сфере. Но если дать количественные оценки, то, условно говоря, сотня, даже если мы возьмем по одной группе, ну, или две группы по 10 человек, минимально, 20 детей, 100 учреждений, 20 детей, это 2000. Это цифра ровно там практически сопоставима с той цифрой, которую нам озвучивают как нехватка мест в настоящее время в детских садах, для которых строятся новые детские сады. То есть, по сути дела, надо говорить о том, что в данном случае государство не обеспечивает в два раза больше детей, которые сейчас ходят в частные сады, нежели чем цифра, которая называется. И в этом смысле мы-то как раз и говорили о том, что задача государства, собственно говоря, обеспечить возможность ребенку находиться в детском саду. Пусть родитель выберет в частном детском саду будет находиться или в муниципальном. Родители должны иметь возможность выбора. Государство должно обеспечить эту возможность и выбора, и, собственно говоря, нахождение там. Потому что если сейчас мы заговорим о лицензированных или не лицензированных, мы с вами говорили сейчас, иди закрой все эти студии развития, и мы получим еще 2000 детей, не обеспеченных местами в детских садах. Но тут еще уровень жизни в каждом конкретном регионе играет все-таки свою роль. Давайте про наш регион говорить. Здесь много факторов. То есть государство должно обеспечить минимальную возможность, так скажем, отдать ребенка в муниципальный детский сад или профинансировать часть его нахождения в частном детском саду, где бизнес ему помогает. То, о чем говорит Сусанна Васильевна относительно помещения, это еще одна очень большая проблема. Потому что, к сожалению, это тоже произносилось, практически ни одно из муниципальных помещений, которые в настоящий момент можно было бы и на льготной основе передать, не соответствует тем требованиям, которые предъявляются к образовательным учреждениям. Здесь, на самом деле, администрация города старается идти навстречу, и у нас есть такие примеры, та же организация РОРДИ, которая получает на безвозмездной основе для своих социальных целей. По образовательным учреждениям другие требования, и здесь, к сожалению, муниципальное имущество просто не подходит под это. — А вот такое наличие условно называемого образовательного сертификата стимулировало бы, например, строителей каким-то образом строить так свои дома, чтобы передавать встроенные, например, помещения под частные детские сады и школы? — Я думаю, что да, здесь общий интерес. Понятно, что для строителей появление детского садика в строящемся микрорайоне повышает его привлекательность для покупателей. Люди понимают, куда пойдет их ребенок, понимают, куда пойдут они за покупками или еще что-то. Но это, опять же, вопрос здравого смысла, на самом деле. — Но пока что это решение самих строителей. — Да, здравого смысла в градостроительных нормах и их соблюдении, здравого смысла у строителей, здравого смысла у представителей органов государственной власти с точки зрения организации этого процесса. Еще раз сошлюсь все-таки на медицину. Вот этот принцип деньги за пациентом, когда, по крайней мере, в государственных учреждениях ты можешь выбрать, куда пойти, и они вынуждены уже обращать на это внимание, потому что от этого зависит напрямую их заработная плата. Вот если этот принцип распространить на образование, а в идеале вообще распространить на государственную структуру в целом, когда ты бы выбирал, какого из чиновников пойти, который нормально с тобой общается или нет, и он в зависимости от этого получал бы заработную плату. Вот тогда бы принципы мотивации заработали в полной мере. Приверемся буквально на полминуты и перейдем к автомобильным, транспортным перевозкам и центральному рынку. Мы вот сейчас выслушаем комментарий Алексея Кузьмина, депутата Кировской городом и пятого созыва, относительно того, что стимулировало бы строителей делать строимые помещения под детские сады и вообще развивать эту сферу. Вот именно этот вопрос в городской думе поднимался неоднократно, именно о том, чтобы стимулировать строителей для того, чтобы они изначально закладывали в проекты и строили свои жилые дома с помещениями, с социальными объектами. Это поликлиники будущие, участковые пункты полиции и в том числе детские садики, частные детские сады. И одним из факторов, стимулирующим строители является, безусловно, это денежный фактор. Вот в основном строители покупают свои земельные участки у муниципалитета для того, чтобы построить высотный жилой дом. А тем более, если мы говорим о квартальной застройке, о застройке целых микрорайонов, то, безусловно, почти все земельные участки принадлежат муниципалитету. Они покупают у города. Так вот, город должен играть, условно говоря, на стоимости земельных участков или на каких-то особых условиях, связанных с землей, для того, чтобы строителю было выгодно купить этот земельный участок, построить высотный жилой дом и на первом этаже этого высотного жилого дома выделить помещение, изначально выделив это помещение по всем требованиям пожарной, санпинтам, требованиям и других инстанций для того, чтобы организовать там частный детский сад. А уже кто организует этот частный детский сад, будет решать бизнес. Почему не была решена эта проблема? Эта дискуссия уже продолжается не один год. Я не знаю, почему администрация города Кирова не идет найти дискуссии со строителями. Почему не предлагаются такие схемы? Они, в принципе, ничего в них криминального нет. Они являются стимулом и для микрорайона, и для строителя, и для города. И они уже в России применяются? Безусловно, и в Казани, и в Москве, и в Санкт-Петербурге такие схемы работают. Они работают в московских управах, в муниципалитете города Москвы. Таких примеров масса, потому что сам муниципалитет решает ключевую для себя задачу. Он определяет маленьких детей в детские сады. Не важно, это частный детский сад, государственный, муниципальный, без разницы. Главное, чтобы ребенок получал дошкольное образование, чтобы родители не тратили свое дневное время на ребенка и могли работать. Чтобы родители могли работать. То есть все равно это... Это исполнение своих обязанностей. Я про это и говорю. Почему у нас это не работает? Владислав Леонидович, почему у нас не так? Почему... Мы особенные какие-то. Почему? Во-первых, не забывайте, что вот... Если сейчас про аппарату помощь, что мы работаем по обращениям. Сейчас я общаюсь с нашими строителями. Но такая тематика как бы запроса строителей на, скажем, недоработки с муниципалитетами по примеру аппарат не получал. То, что сейчас как бы я услышал, это действительно абсолютно как бы... Разумно. Нормально, разумно. Я не понимаю, если выходят на муниципалитет депутаты или выходят строители, почему это не решаться. И если такие случаи выхода были, то почему об этом нет информации в СМИ? Это еще как-то кулуарно решаться или все-таки это открытый процесс? Вы даже на заседании городской думы не обязательно обсуждали. Почему у нас не было решения? Давайте вот... В чистых прудах были... Давайте мы позовем на следующей неделе Илью Шульгина и зададим ему этот вопрос. Абсолютно точно. Давайте сейчас поговорим про пассажирские перевозки, автотранспортные. Вот здесь доля частных предприятий на рынке достаточная, на ваш взгляд, или нет? Ну, надо пояснить, все-таки Киров пассажир автотранс это не частное предприятие. Да, это предприятие более чем на 50% государственное. Но Денис пришел, собственно, из частного предприятия. Да, я долгое время работал как раз заместителем директора частного предприятия. И за время, которое я, скажем так, работаю в этой сфере, я как раз пережил конкурс. Прошлое, это три года назад, когда лоты укрупнялись. До этого было порядка 7-8 лотов. Три года назад решили в нашей администрации укрупнять лоты. И на конкурс вышло три перевозчика, безусловно, убив конкуренцию напрочь. Те перевозчики, которые работали до этого времени, они на самом деле работают до сих пор, но уже под кем-то. И, соответственно, кто-то им диктует условия, ну, как нужно работать. И получают свою долю денежную. Да, сегодня им захотелось установить сумму, там, условно, 20 тысяч рублей. Завтра аппетиты выросли, нужно кормить, там, раздутый штат. Сделали 30 тысяч рублей. Ну, и, насколько сейчас знаю, там, общаюсь с некоторыми перевозчиками, которые работают под муниципальным предприятием. Порядка 50-70 тысяч рублей платят с каждого автобуса перевозчики, ну, в небезызвестное предприятие муниципальное. Какое? Ну, АТП, опять же. 50-70 тысяч за автобус за какой срок? За месяц. И, безусловно, АТП получает дотации за перевезенных льготников, но эти перевозчики их не получают. Я сам работал по такой схеме, когда был там частным перевозчиком, это было три года назад, я никогда не получал эти деньги. А за что АТП получают эти 50-70 тысяч? Льготники, то есть льготников. Нет, 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 с автобуса. А какие услуги предоставляют частным перевозчикам? Официально по договору предоставляются услуги механиков, медиков, стоянки, диспетчеров и все. Все остальное, там, слесарей, водителей, весь персонал и аренду ремзоны, это уже ложится отдельно на плечи частного перевозчика. Это плюсом сколько еще, примерно? Это еще плюсом, наверное, тысяч 30-40 на машину, у кого сколько, какое количество единиц. Безусловно, если меньше перевозчик, то у него себестоимость намного выше получается на одну единицу, крупнее, у того полегче. И самое главное, у перевозчиков, платя вот такую, там, дань, да, можно сказать, нет рычагов развития. Соответственно, если мы говорим про то, что этот вид перевозок убыточен, АТП регулярно об этом говорит, просит стоимость проезды повышать, то рентабельности нет даже для АТП, не говоря уже про частных перевозчиков. То есть платя такие суммы, рентабельность, ну, наверное, никогда не добиться, даже, там, не знаю, 5-процентную. Соответственно, а также у перевозчиков нет никаких вариантов и планов развития. Я знаю массу примеров и знаю в АТП последний пример. Когда перевозчик приобрел два новых автобуса в лизинг, планы были грандиозные. Руководство АТП говорило, что все будет хорошо, будете ездить на хороших маршрутах, у вас новые автобусы. В итоге этого перевозчика уже два года нет, автобусы у него лизинговая компания забрала, потому что АТП преднамеренно начали задерживать выплаты, которые обязаны были выплатить этому перевозчику, и, соответственно, перевозчик просто загнулся. У нас нет плана развития вообще там пассажирских перевозок. Пример Казани. Я общался раньше с перевозчиком с Казани, когда перед универсиадой закупали все поголовно новые автобусы. Я задал вопрос, вот вы покупаете 30 новых нефазов, а вы не боитесь, что у вас до конкурса два года осталось? Вы не боитесь, что вы их не окупите, а они у вас там просто условно там их заберут? Они сказали, нет, у нас есть договоренности в администрации, что если к нам претензий нет, мы работаем красиво, нормально, грамотно, профессионально, качественно, то мы будем в следующие пять лет снова работать. То есть эти автобусы мы окупим и дальше начнем зарабатывать, но у нас этого нет. То есть я еще раз говорю, что есть перевозчики, которые готовы обновляться, но они не видят перспективы развития. То есть да, есть какие-то договоренности, но эти договоренности почему-то нарушаются. Почему? Ну, наверное, кому-то выгодно. Я не вижу сейчас, вот, хотелось бы там понять от администрации, какая все-таки, какая там приоритетная у нас задача. Либо пассажирам сделать хорошо, красиво, качественно их довезти, комфортно, да, и, наверное, чтобы безопасность была там на высшем уровне. Либо сделать так, чтобы жило муниципальное транспортное предприятие, там, кормить его, да, там, за счет других частных перевозчиков. Ну, я, наверное, что первое должно быть. Пассажир должен от этого выиграть. Независимо от того, работает там частное муниципальное предприятие там на пять баллов, да, или не работает. Но у нас, получается, сейчас там с точностью, да, наоборот, там, перевозчики кормят частное предприятие. Вот, я хотела сейчас как раз это сказать. То есть, хотя я... Частные предприятия кормят муниципальные учреждения. Да, вот за то время, что я знаком с автотранспортным предприятием, ну, я не вижу каких-то сокращений штата, да, там, я, наоборот, вижу, что штат раздувается, раздувается ежегодно. То есть, когда я, там, три года назад общался с АТП очень плотно, было, там, по-моему, два заместителя директора. Сейчас их, насколько я знаю, четыре или пять. Но, по-моему, у нас, наоборот, рынок пассажирских перевозок ежегодно падает. Потому что автормобилизация растет, да. А зачем, почему-то они не сокращают свои расходы. Вот, Владислав Леонидович, вот еще одна история про бизнес и про развитие конкуренции. Как вы прокомментируете? Так же, как я сделал предыдущий комментарий, пока, собственно, я не могу сформулировать претензию конкретно бизнеса к государству, причем даже не к государственному предприятию, к государству пока нет какой-то претензии. Здесь, наверное, нужно сейчас просто вспомнить то, что сказал Наре Леонидович, что действительно надо сделать просто равные, может быть, условия доступа. Это да. Потому что, скажем, то, что я пока слышу, это, ну, пока то, что мы слышим, это факт очень эффективного управления бизнесом. Тут надо уже разбираться, наверное, с муниципалитетом, как с собственником, насколько они действительно эффективно управляют. У нас сидит уважаемый депутат, который, наверное, имеет возможность, извиняюсь, бывший депутат, который может через существующих, действительно, через неизвестимых экспертов прогнозировать эффективность работы предприятия. Ну и, может быть, действительно, на уровне муниципалитета говорить, действительно, какие-то прозрачные правила работы на этом рынке, может быть, мы сможем сделать. Давайте сейчас еще одно муниципальное предприятие мы разберем. Это МУП «Центральный рынок». Насколько эффективно он с точки зрения бывшего депутата работает? Пожалуйста. Вот буквально секунду еще к предыдущей теме по поводу автотранспортного предприятия. Лично я неоднократно писал заявление о том, чтобы включить меня в совет директоров автотранспортного предприятия, как депутата городской думы, для того, чтобы усилить контроль над этим предприятием, для того, чтобы разобраться в документации этого предприятия, для того, чтобы просмотреть эффективные или неэффективные менеджерские решения, которые принимают руководство и совет директоров этого предприятия. Но неоднократно получал отказ. И неоднократно меня в совет директоров не включали. Почему? Возможно, я догадываюсь. Почему? Потому что всплывут те факты, которые не нужно знать, покажутся те цифры, которые общественности лучше не знать, а депутат — это все-таки представитель общественности и народный избранник. И, безусловно, с этими бы цифрами я бы знакомил всех абсолютно граждан, чтобы все люди видели своих героев. И мы видим, насколько шатающееся положение автотранспортного предприятия, как проводились реформы, как проводилось слияние с Кировским троллейбусным управлением, когда в приоритеты поставили именно автобусное сообщение вместо троллейбусного. И сейчас мы видим износ троллейбусного парка на 96%, хотя это достаточно экологический вид транспорта. Он быстрый, удобный, комфортный. И в некоторых регионах он гораздо эффективнее, чем автобусы. Но вот, к сожалению, в Кирове ситуация изменилась. Придется к рынку перейти. После короткого перерыва у нас сейчас реклама на полторы минуты. Партнер программы «Разворот на бизнес» — Кировский завод «Сельмаш». Андрей Юсенко, Владислав Попов, Алексей Кузьмин, Денис Перлок — наши гости. И мы уже ближе к финалу должны двигаться. Хотим, не хотим, мы все равно движемся ближе к финалу. Но вопрос муниципального предприятия «Центральный рынок» мы обещали, мы его тоже разбираем. Мы сегодня глубоко не копаем в каждой теме. Мы обозначаем те именно сферы, которые касаются каждого из нас. И смотрим, как там развивается частный бизнес, и там является ли честная конкуренция между мупами и гупами и частными предприятиями. Так что вот касается рынка. Я на рынке, честно вам скажу, уже очень давно не была, и заходить туда не особо хочется. На «Центральный рынок», я имею в виду, то, что он из себя представляет. И ярмарки, которые тоже организуются, например, на театральной площади мупом «Центральный рынок», представляют из себя удручающее зрелище. На мой взгляд, потребительские, потому что эти палатки странные, непонятный график этих самых ярмарок, вся вот эта деятельность торговая вызывает у меня много вопросов. Может быть, я не совсем права как потребитель, однако мы видим, что вопросы о том, о судьбе «Центрального рынка» регулярно поднимаются и депутатами, и Шульгиным сейчас этим менеджером. И Васильев упоминал «Центральный рынок», что он требует реформы. Кроме того, что просто должно видоизмениться все, что происходит на «Центральном рынке», мы должны понять, кто это эффективнее сделает, все-таки муниципальное предприятие или частный бизнес. Ваши потребительские вопросы вполне естественные, и они весомы, потому что действительно то состояние, до которого довели муп «Центральный рынок», это муниципальное предприятие, сейчас оно имеет статус АО, акционерное общество, при котором, в принципе, небольшие послабления с точки зрения ведения деятельности у предприятия появились в статусе акционерного общества. Но, тем не менее, многие вопросы не решены. И на этом предприятии очень часто возникают вопросы по менеджерским решениям. Опять же, точно такая же ситуация, что в АТП, что в «Центральном рынке». А именно, как сдавать в аренду, какие условия должны быть созданы, как должен выглядеть договор на аренду площади в «Центральном рынке», какова стоимость, то есть эта стоимость высчитывается методом каких-то сложных арифметических вычислений, связанных с РСТ и так далее. Но, мне кажется, все-таки муниципальное, унитарное предприятие или сейчас АО «Центральный рынок», оно не должно принадлежать городу. Мое четкое убеждение, что это предприятие должно быть приватизировано. В какой форме, остается вопросом. Путем приватизации пакета акций, либо еще как-то. Но, прежде всего, с сохранением социального статуса, с сохранением функций рынка. И мне кажется, что управляющая компания, частная управляющая компания будет заниматься «Центральным рынком» эффективнее и лучше, а не сейчас те тараканники, которые мы видим в центре города. Вот я бы хотела здесь еще раз процитировать губернатора Удмуртия, господина Бричалова, который говорит следующее. Зачастую государственные и муниципальные учреждения просто переводятся в акционерное общество. То, что произошло с «Центральным рынком», был МУП, стало АО. Но со стопроцентным участием государства. Формально ГУП и МУП закрыты, что требуется. Ликвидировали неэффективный МУП на бумаге. Показатель выполнен, а по факту ничего не изменилось. У нас с «Центральным рынком» такая же история. Когда это произошло, Алексей, напомните. Это совсем недавно, это было в том году принято решение депутатами Городской думы. И в том году как раз состоялся приватизационный конкурс. Значит, у меня еще комментарий по «Центральному рынку» следующий. Вот обязали арендаторов «Центрального рынка» подписывать договор в статусе юридического лица, либо индивидуального предпринимателя. И знаете, какая сейчас картина среди торговцев на «Центральном рынке»? По пять человек черным налом скидываются индивидуальному предпринимателю за то, что он платит социальные налоги, ФСС, ФНС и так далее. И под статусом вот этого единственного индивидуального предпринимателя подписывается договор с МУП «Центральным рынком». Так вот, в этой ситуации, если бы рынок был частным и управлялся частной управляющей компанией, вот была бы такая полутеневая схема создана на «Центральном рынке»? Я думаю, что нет. Потому что бизнесу без разницы, в каком статусе находится человек, будь это физическое лицо, либо индивидуальный предприниматель, и налоги платились бы все, сборы были бы легальны, они бы шли через расчетный счет, а не по каким-то левым схемам. Раньше вообще ситуация, помните, с «Центральным рынком» некие контролеры ходили, какие-то полукриминальные, полубандитские структуры, которые в кошелку складывали арендные платежи, а муниципалитету отдавали по 100 рублей в год с одного арендного места. Хотя многие лотки, насколько я знаю, они стоят по 12 тысяч рублей в месяц, а арендные платежи в город были по 100 рублей в месяц. Вот посмотрите, какие колоссальные миллионы оседали в карманах непонятных структур и присосавшихся к ним в фирме. Я когда сейчас слушаю про управление центральным рынком, у меня такое ощущение, что, в принципе, при грамотном управлении и МУП мог бы быть эффективным, если бы работали бизнес-механизмы. Андрей Леонидович, нет? Вопрос в целях и задачах, собственно говоря. Если цели и задачи бизнеса понятны, то МУП на то и, собственно говоря, муниципальные, унитарные предприятия у бизнеса, у муниципальных, унитарных предприятий такой задачи по уставу, собственно говоря, там, даже если есть не первично, а другие показатели эффективности деятельности. Другие. То есть социальная направленность в том числе или нет? Различные варианты могут быть. Различные. Позвольте еще секунду комментарий по поводу... Это уже точно не продуктовая безопасность, потому что центральный рынок сейчас не занимается тем, что обеспечивает нам продуктовую безопасность. Но очевидно же это абсолютно, правда же. Вот еще один маленький комментарий по поводу эффективности МУПов. У нас есть такое и было такое предприятие МУПП «Гордор Мострой». Сейчас оно также имеет статус акционерного общества. Мы говорим о том, что якобы это предприятие раньше выполняло некие социальные функции, а именно укладка асфальта, укладка дорог. То сейчас вы же знаете, что стоимость уложенного квадратного метра асфальта этого предприятия, она совершенно не сопоставима со стоимостью частного квадратного метра. То есть она выше. Это, во-первых. Во-вторых, никаких социальных функций это предприятие уже давным-давно не выполняет. И, в-третьих, к этому предприятию примазано слишком много ОООшек и ИПШечек, как назвал Владимир Путин, своих ОООшечек и ИПШечек, которые получают ежегодно субподряды от этого предприятия и зарабатывают очень неплохие деньги. Вот давайте пример. Скажем, есть ООО «Кировское коммунальное хозяйство», частное предприятие, которое то и делает, что оказывает услуги ГДМС. Так вот, хочу вам сказать, что за буквально 5, если 7 лет, если не изменят мне память, с 5 единиц спецтехники они нарастили свой автопарк до 72 единиц спецтехники. А ГДМС ежегодно у депутатов Городской думы просит разрешение на некие кредиты по 100-150 миллионов рублей под залог областной филармонии, здания горэлектросети на Некрасово 69, для того, чтобы взять кредит на покупку новой спецтехники или на закупку какого-то асфальта, песко-соляной смеси и так далее. Вот мы говорим об эффективности, а сами абсолютно не замечаем у нас под носом огромное предприятие с огромными бюджетами, причем бюджеты в прямом смысле слова из бюджета городского, которые распоряжаются этими средствами и техникой, и имуществом, которые у них есть, неэффективно. У нас у 18 городских предприятий имущество на 3,5 миллиарда рублей. И в бюджет города Кирова эти 18 предприятий приносят до 100 миллионов рублей в год. Так вот, насколько эффективно пользуются этим имуществом? В общем, какой госсовет, какое развитие конкуренции? Мы в своем параллельном мире здесь конкуренция. Да нет, вот как раз об этом обо всем на госсовете говорилось. Ну что, в Чипецк отправимся. Елена Савина у нас на связи, глава города Кирова-Чипецка. Елена Михайловна, добрый день, вы в эфире? Добрый день. Да, мы оттолкнулись от госсовета 5 апреля. Пока конкретных рекомендаций регионам нет, но они будут наверняка развивать средний и малый бизнес. Когда эта указка поступит вам, вы что будете делать? Наверное, продолжать ту работу, которую мы проводим. Потому что для нас развитие малого и среднего предпринимательства достаточно актуально. Потому что мы моногород и зависим от наших монопредприятий. Поэтому просто продолжать работу. Елена Михайловна, мы здесь вот сейчас разбирали эффективность работы муниципальных унитарных предприятий. И коллеги, которые находятся здесь в студии, приводят цифры и говорят о том, что муниципальные унитарные предприятия в большой своей части являются неэффективными. На госсовете было сказано, что во многих регионах они заранее заведомо убыточные. И в то же время они занимают долю рынка, мешая вхождению на этот рынок частных предприятий. Проводите ли вы анализ работы ваших мупов и считаете ли вы, что многие из них могут быть ликвидированы в пользу развития частного бизнеса? На территории города Кирово-Чепецка работают четыре муниципальных унитарных предприятия. Безусловно, что последний год очень пристально депутаты Кирово-Чепецкой городской думы смотрят на работу как раз этих предприятий. Я не могу сказать, что они мешают развитию предпринимательства, но о эффективности работы этих предприятий в принципе речь идет. Но нужно сказать, что у нас унитарное предприятие это Водоканал, это Нелки-Окт, который занимается в большей части организацией школьного питания. И это ЖЭК-6 и ГУЖЭК-6. По ЖЭКам все очень сложно, потому что у нас есть так же, наверное, как и в Кирове, часть жилищного фонда, которые неинтересны коммерческим ЖЭКам. Поэтому это очень сложный вопрос. А что касается закупок в школьном питании? У нас тут в Кирове скандал. У вас как? У нас здесь тоже все на пристальном внимании. В этом направлении мы работаем, на балансовых комиссиях постоянно рассматриваем и дополнительно сейчас на контроле у нас этот вопрос стоит. В принципе, вопрос здесь, альтернативы, безусловно, существуют. И при случае, если малый бизнес заявит интерес к тому, чтобы войти в школьное питание, мы готовы рассматривать этот вопрос. А что мешает вхождению малого бизнеса на этот рынок все-таки? Вы знаете, мы инициировали этот вопрос в прошлом году, летом, как раз, когда закончился учебный год. Приглашали компании и из Слободского, и из города Кирова, и наши. Они очень долго считали, смотрели, но в конечном итоге не зашли на этот рынок. Чем мотивировали свои решения? Сказали о том, что стоимость обедов, которые в настоящее время сложились в школах города Кирова-Чепецка, их не устраивают, они слишком низкие. Не видят рентабельности здесь. А с автотранспортом пассажирским у вас как дела обстоят? Кто перевозит? Частные перевозчики. Полностью частные перевозчики. Да, полностью. Вы довольны тем, как развивается вот это направление у вас в городе? Здесь тоже существует ряд проблем. И, конечно, наши перевозчики жалуются на то, что у них не рентабелен, в принципе, этот рынок. Но у нас достаточно много работает на рынке частных перевозчиков. И в настоящее время перевозчики рассматривают переход на газомоторное топливо. И в этом плане мы им помогаем как раз с введением в инвест-проект строительства ГНКС в городе Кирова-Чепецке. Чтобы уменьшить затраты, да? Переход на газовое топливо. И еще один вопрос. У нас остается полминуты буквально. Мы здесь много говорили о частном дошкольном и начальном образовании. Эта сфера развивается в Кирове-Чепецке? Нет, не настолько. Она развивается, но не настолько. Но здесь есть определенный потенциал. К большому сожалению, на мой взгляд, как педагога, у нас родители очень много уделяют вниманию в дошкольном возрасте. И меньше уже в начальном и в среднем, на средней ступени образования. Хотя это наоборот должно быть, чтобы развивать их индивидуальность, будущее профессиональное предпочтение. У нас здесь и есть предпосылки для развития. Но опять-таки мы предлагаем даже некоторый спектр, где можно развиваться. С помещениями у вас как муниципальными с льготной арендой для частных учебных заведений? Да, у нас есть два вида имущественной поддержки. Это предоставление аренды муниципальных помещений с объездом малого предпринимательства без проведения торгов. Да, но они есть подходящие под образовательные учреждения или вот как в Кирове подходящих уже не осталось? На данный момент у нас есть еще объекты, которые можно рассматривать для этого направления. И в принципе здесь нужно, вот смотрите, тоже балансировать. То есть, например, маленькие детские сады для муниципалитета, для содержания, они нерентабельны. Но для частного бизнеса здесь можно найти точку приложения. То есть помещение есть? Спасибо. Спасибо, Елена Савина, глава города Кирова-Чапецка. Мы будем развивать эту тему в дальнейших наших эфирах. Сейчас благодарим наших гостей Андрея Усенко, Владислава Попова, Алексея Кузьмина, Дениса Фурлога. И Владимир Смитаренко, Светлана Занько. Прощаемся с вами. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok